приветствую вас мои родные любимые христолюбчики и братья сёстры во христе и все люди на земле хочу записать такое видео о канале о ю тубе и о себе рассказать и может быть будет польза для тех кто ну кое-кого я хочу просто от грехов предостеречь а кое-кому может быть польза будет назидание как опыт мною приобретенный хотел бы поделиться по поводу канала вот я начал опять вы знаете я всегда проповедую любви человек к человеку и всему богом созданному и животным и растительному миру любому и духовному даже к самого сатане вот и конечно мы людей на ю тубе сейчас будем прямо конкретно ю тубе говорит ну или о прочих но у нас по сути на ю тубе нет конкурентов как видео блогинга есть другие интернет-площадки любые виртуальные там текстовые социальные сети те же самые да конечно вы знаете в живую человек очень сильно отличается от того каким мы увидим вот телевидение вот да вот фильмы звезды ведь в живу они не такие любые профессора там известные люди медийные да голос я вам скажу знаете я вот тоже заморачивался на микрофон и там думал вот как бы чтобы мой голос было слышно конечно качество самого звука но и хотелось бы чтобы слышно было именно мой голос я много информации на эту тему тоже изучил вы знаете в живую все-таки техника пока она не способна намного нам кажется ой техник уже столько заменяет вы знаете даже музыка ну вот я сейчас в сочи нахожусь прогуливаюсь каждый день стараюсь по набережным и там же есть эти музыканты что на одном инструменте что целые оркестры вы знаете живой инструмент никогда техника еще как я на тему читал тоже разную литературу слушал кое-что пока технологии в передаче вот даже звука там по учетой 5 процентов не перешло порог чтобы вот передать всю гармонию всю красоту даже человеческого голоса вот плюс это невозможно зафиксировать кант константин вот микрофоны там тысячи выходит конфеера да и они все разные одна модель они все разные все ты каждый купишь каждый это получишь абсолютно разный голос будет на каждом хотя это одна серия настолько там тоненькие чувствительные мембраны и вот эти вещи не повторим вот мы ходим или музыка я думаю господи как же отличается я иду живую вот это это вообще другой вещь гитара кто там на чем на аккордеоне дедушки играют на трубах эти типа буддистов на эти все знаете тарелочки такие как нлошные полукруглые там вообще там звук такой знаете стоишь и прямо аж это мурашки похоже да конечно и вот слушаешь ты хоть на супер акустической системе это не сравнится живой звук выходящий из живых материалов хотя оказалось тоже инструмент но электроника отличается когда она достигнет современных технологий неизвестно и вот мы человека конечно видя через вот так экран это знаете хоть вот казалось бы я 3d но это все знаете живой человек живое общение и вот это виртуально она конечно отличается безусловно и говорят что он цифровой мир заменит я не знаю когда он заменит там реальный мир мне кажется это будет не скоро повторить его уже творение не так просто можно пародировать его стремится к его какому-то вот этому похожести но знаете достигнуть этого совершенства я не знаю это не просто и вот канал то помимо прямых проповедей роликов вот я допустим пишу ответы на вопросы да есть дебат у меня были беседы кто видел да сейчас я как бы от этого отошел меня в принципе я в основном тоже старался на кого-то выходить когда я перестал делать никто тоже особо там не звонит ничего не спрашивает и не дискутирует как-то это знать человек чего хочет что и вокруг происходит да я когда к этому сам как стремился вроде как-то и люди были сейчас я этого сам особо не желаю и людей как бы нету да для такого какого-то skype вообще не под записи там вот ну канал беседы есть кто знает хотя это приходилось закрывать ролики потому что многие потом отказывается от своих слов бояться этого всего что их увидит вот хотя и там всегда выкладывалось добровольного согласия но она сегодня согласия завтра не согласие вот и и вот есть просто проповедь есть вот эти беседы и они разного плана бывают да и проповедуя любовь а любовь она разная ведь каждому человеку любовь разная есть я отдельно запишу конечно ролика любви к врагам у меня два есть на канал рекомендую посмотреть все треть хочу записать по сути тут тоже самое дублируешь проживать и конечно сейчас в контексте они будут интересны тем кто меня постоянно смотрит но я хотел бы сейчас записать очередной ролик для многих нового ничего не будет для кого-то кто мне все-таки новый под появляются подписчики люди в окружении слушатели вот хотелось бы для них вот я стал опять писать ответы на вопросы и я показал что я показываю конечно как хорошие так и плохие комментарии и вы знаете вот плохие я бы сразу их удалял я говорил я бы не вступал в эти перепалки никого бы ничего не зачитывал да делал я это делаю только с одной целью как раз показать показать как раз обратную сторону блогинга и проповедника хотя это связано любого неважно религию ты проповедуешь истину техно блогинг у тебя какой-нибудь да художественный творческий там всегда есть кто хорошо и кто плохо к тебе относится кстати забыл кое-что чего хотел сделать но сейчас сделаю быстро и вот я для чего показывал эти и кто просто некоторые последние мои посмотрели ответ на вопрос соблазнились где там так немножко отчитываю тех кто меня судит там оскорбляет я первых показал да что если вы хотите того чтобы этого не было в публичном так скажем доступе пишите мне в личку да там может писать все что хотите там если вы будете просто меня наезжать оскорблять обижать да я просто так заблокирую и все а если это будет на ю тубе вы же делаете публично меня хотите по опозорить да или оскорбить или вот это вынести там что-то свое все что я свое я выношу помытовые свои я там выносите показав что какой вы тут мне пальцем тычете да вот то я естественно это публично все разбираю и цель у меня в принципе несколько первое может быть человек в разумеется я даю им ответ потому что вы заметили там же меня все это вопросы задают даже не просто критикам еще и вопросы я на них отвечаю ну или есть критика я и также комментирую на эту же вере не критика я оскорбление еще прочие вещи и я хочу показать вам вот я говорил уже в принципе о том что вот канал этот youtube и вообще видеоблогинг это дневник человека личный дневник которым он просто делится я приводил образ всегда дома обычного дома вы у меня в гостях вы знаете я сейчас в сочи я говорю вот я в частной гостинице так скажем живу да ну кто знает обычные коттеджи можно снять комнату кровать вот и жить ходить на море дикарем так скажем поселиться да как это называется и вы знаете этот образ вот еще лучше хотя он такой немножко специфичный но тоже неплохой потому что мне тогда я помню я отвечал на эти вопросы меня там упрекали типа вот и жена ю тубе ты же знал куда ты вышел это публичная сцена нет родные youtube сам в начале оппозиционировал как это сейчас там развилась в мощные каналы со студиями со спонсорами с кучей вливание денег в рекламу все там уже с написанием сценариев с подстраивание подсильных мира сего потому что канал могут закрыть и лишишься денег там уже продаж на чисто все начинается знаете все творчество все за деньги получается да youtube до этого скатывается но изначально он оппозиционировал себя как частный видеоблогинг или я забыл вот это как они сами себя ну то есть поняли да что любой человек может поделиться своим видео все причем это непрофессионально вот как они себя позиционировали на обычный вот именно мир смартфонов все вот это пошло веяние времени и вот с этим оппозиционировался поэтому вы знаете извините это не частное это это не публичное публичное это когда меня пригласили на телевидении и я там тоже гость есть хозяева это телестудии есть так скажем кучка группа хозяев ведущий да вот он хозяин если меня там будет будет дебат этот будет меня наезжать я не могу его даже выгнать или закрыть рот это дело ведущего выбирать что делать как делать как вести максимум что я могу сделать это встать и уйти потому что я на его территории я в их не монастыре я не могу диктовать им правила моя мой выбор согласиться или не согласиться прийти туда когда я приду мой выбор сколько там оставаться и мой выбор уйти оттуда если мне что-то не понравится это да диктовать свои правила я не могу даже вы сказать даже имея право искать свое мнение не может сказать стоп вот это нельзя не мог сказать мне могут установить правило материться нельзя там это нельзя что-то говорить нельзя все остальное можно. И ты вынужден принять эти условия. И я, если решил пойти туда, я соглашусь на это. Возможно, я что-то подпишу. Все это понимают. Вот это публичная площадка. И где я не хозяин. Этот канал лично мой. Это мое пространство. Это мой дом. Вот у всех у вас есть свое жилье. Ну, неважно, съемное, наемное, временное. Но оно ваше на то время, пока вы живете. Вот, даже сейчас я в съемной комнате. Но она моя. На время проживания. Я за нее заплатил. Как бы она становится моей. Я вот вам привожу пример. Это очень хороший пример. Особенно вот видеоблогинга. Да, дом, кажется, ой, твои же ролики может кто-то посмотреть. Ну да. Я могу на свою частную гостиницу. Вот я хозяин этого частного дома в Сочи. Я даю рекламу. Да, в мой дом это не просто дом. Это и гостиница. Вы можете приехать, переночевать, остаться. Но есть, кстати, разница. Единственное, эта гостиница за нее платит. Вы ничего, никто, никто на Ютубе, никто не платит за просмотр видео. Они все даже у супер-блогеров, зарабатывающих кучу уже на рекламе и продажных, как бы их там не называли. Сами ролики-то бесплатные. Здесь, в принципе, все частное. Ты не можешь просто зайти и зайти в номер. Ты заплати за него. Поэтому я говорю, тут как бы специфический такой дилеммой между двумя образами. И действительно моего дома, и такой моей гостиницы. Ну, давайте другой пример. Я просто, как это называется-то, меценат. У меня есть дом, я готов всем. Пожалуйста, хочешь тебе, я странно приимец. Пожалуйста, приходи любой. Тебе надо переночевать. У меня большой дом. Я готов всех принимать. Пожалуйста, будь гостем в моем доме. И вот как вы представляете. Плюс я еще простой пример себе приводил. У вас вот... Я, знаете, когда в миру жил, как это говорят. Сейчас я в него вернулся, можно так сказать. Я любил очень гостей перенимать. У меня суббота, особенно когда я в частном доме жил. Пятница, суббота, постоянно гости. Особенно в последний раз я там жил до моего покаяния. Банька там была, бассейн я там сделал, площадочку там все, газончик. У меня все время там были шашлыки, банька, мясо, роллы там. Все это угощение. Как это? В чашечке такой... Не смузи, а эти. Ну, вы поняли, да? На вилочках там либо шоколад горячий, либо сыр, как называется-то я забыл. Ну, помните. То есть мы всякие вещи придумывали и ко мне все время приезжали гости. Я любил служить. Я вот люблю это дело. У меня собираются. Я все это готовлю. Ведь это надо баньку приготовить, дрова наколоть, почистить, воду там заготовить, вытащить, вычистить все это. Еду надо съездить, купить, приготовить, все оформить, все вынести, потом за людьми ухаживать, потом в конце все это все же... Вы знаете, как после праздника остается? Куча мусора, куча немытой посуды. И я все это любил делать. Я любил служить. Я любил, когда ко мне приезжали друзья, знакомые и просто отдыхали. Вот. Мы общались на разные темы. Не было запретных тем. Ну, разве можно подумать, что в моем доме кто-то на меня наезжал? Все невкусное, все мятое, все грязное. Это мне не нравится. Это плохо. Ты вообще еретик. Ты урод. Ты некрасивый. Ты тщеславный. Ты гордый. Ты бесноватый. Разве мне мои друзья, знакомые, ну ладно, они могут кого-то еще привезти. Я приглашал разные компании. Было приходили друзья моих друзей. Собирались по какому-то поводу, да? Да разве можно подумать в чужом доме, когда ты в гостях, когда тебя кормят, поят, ноги омывают. Плевать в этот колодец. Я себе такого никогда не позволял. Ко мне такое, в принципе, ну мог кто-то там напиться, да, и что-то там лишнего. И я обычный человек тоже стоял на месте. Я говорю, дорогой, види себя прилично, ты у меня дома. И второе, даже если такое когда-то происходило, вряд ли этот человек появится в вашем доме в следующий раз. Я иногда потом спрашивал, а там-то этот будет? Я говорю, ты этого не приводи. Мне не надо. Сам приезжай, я люблю тебя, ты мой друг. Вы вот над этим подумайте. Мои ролики, это мое слово, моя пища духовная для вас. Я готовлюсь. Что-то ради этого именно покупают вот все, иногда с вашей же помощью, иногда сам, да, сколько я изучал для этого, чтобы вот тоже там качественно что-то делать. Само слово, которое я приобрел, да, у меня есть дар слово еще от Бога, от рождения моего, но знания, да, вот эти все, сколько я все прочел, там интересовался, делюсь с вами этими самыми сливками с молока. Знаете, снимают, когда отстоится. Ой, сладкие, жуть настоящие, кто пробовал, прям, прям объешься, никакого сахара не надо. Это вообще, я первый раз в деревне попробовал, когда вот в кузе был, я в шоке был, что настоящие сливки такие, а не как в магазине, просто молоко стоит. И вот я вам эти сливки стараюсь поделиться с тем, у кого другая жизнь. Я 10 лет посвятил изучение, познанию истины, да, и не теории, а еще и практиками, да, вот, я всем этим делюсь и мне за это плюют просто в то, что я даю. Я говорю, ну ты попал случайно, вот ты зашел даже. Вот это мой дом, я странопримец, тебе что-то не понравилось, койка жесткая, белье вот это, чуть краешек, испачкан. Во-первых, это бесплатно, да, ты попал в дом, переночевал в гостевой, тебя человек пустил, да, неужели ты не стерпишь? А если тебе плохо, уйти, встань, поклонись, скажи, спасибо, я пошел дальше у вас. Ладно, может там блохи, правда, грязь, крысы бегают. Не нравится, пройди мимо, зашел, посмотрел этот гостевой, как мы выбираем. Мы тоже, я вот сколько путешествовал, тоже на машине мы там ездим. Останавливаешься, не нравится, дальше едешь. Посмотришь, конечно, так клоповник, клоповником. Люди не хотят ничего, даже, там, пол подмести, допустим, в этой гостинице. Не нравится, ну ты что, людям будешь тыкать? Пройди спокойно, сядь и езжай дальше, ищи хорошую гостиницу. Что происходит на канале? Человек считает вправе прийти в твой дом, я говорю, меня там в чем только, причем это кто-то просто соблазнился, последний посмотрел, да вы посмотрите, у меня целый пеллист ответа на вопрос. Помните, я пишу, я сейчас их даже вот называю по номеру, уже на лайве 30 ролик, это немало, кстати. Все они там по часу, а то и больше. Вот 30 часов, если засесть, сутки минимум будет. Прослушайте, я там еще показывал все, и помните, как я там вот именно, кого-то пытался в чувство привести. Я вот сейчас хотел, сейчас я быстренько покажу, это в принципе не займет много времени. Надо было, конечно, подготовиться, ну ладно. Я же просто покажу, помните, я обещал, ну не обещал, или говорил, я же не помню, что я покажу забаненных и незабаненных людей, да. вот, сейчас я вам открою, во внутреннем кабинете есть вот сообщество, так, сейчас я вам другое, ну вот так пошире, вот есть сообщество, комментарии, и здесь есть подписчики, у кого открыты аккаунты, этих людей видно, кстати, ну, у кого есть фотография, и там имя какое-то, ну, и видно, там внутри настройки есть, что разрешено показывать данные свои, и есть настройка сообщества, и вот в этой настройке сообщества есть одобренные, есть модераторы, можно кого-нибудь модератором себе сделать, есть, вот они, есть одобренные пользователи, и заблокированные пользователи, вот, есть черный список, есть, ну, тут блокированный ссылок, ну, уже некоторые функции, это ладно, вам не особо важно, и вот, ну, это, кстати, канал Христолюб, надо было вам Христолюб Лайф, я хотел показать, но даже на Христолюбе, вот видите, у меня сколько одобренных, тут жалко числа нет, но тут где-то штучек, я так уже вижу, это где-то 30, а заблокированных, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тренадцать, четыре, пятнадцать, шесть, шесть, девять, девять, это 20, тут 30 точно, тут два экрана, а то и под 40, ну, здесь еще так один к двум, да, ну, Христолюб мой мало кто смотрит, я сейчас его открою тоже, и лайф, потому что там писание, оно мало кому интересно, мало кто попадает, а вот я вам хотел показать на лайве сейчас, а вот мой лайф, тут прям пополам на пополам, вот сколько одобренных, и столько же мы видим по скроллу заблокированных, то есть 50 на 50, и здесь, кстати, по 50 человек одобренных и заблокированных, вот, это, кстати, немало, я вам говорил, потому что представьте себе, 50 человек-то из заблокированных, порой это вообще полубесноватые люди, они готовы просто задалбливать тебя, они готовы по 20-30 сообщений писать, там, святых отцов, не святых, там, каких угодно, и наездов на тебя, и это вам кажется, что ты одного блокируешь, я говорю, представляете, вот эту армию я открою, я уж так делал, кто помнит, у меня был эксперимент, я делал амнистию, ни к чему хорошему это не приводил, все то же самое, у этих людей ничего не менялось, я вот почему говорю, я такими опытами, кто не знает, тоже мне что-то тычет, что-то мне там советуют, порой мне тоже угрожают, или условия ставят, что вот ты так себя ведешь, будешь так вести, там, я тоже с тобой порву общение, пожалуйста, я говорю, я никому не навязываюсь, я лично, и вот, когда мне тычут вот это, я говорю, еще заметьте, во-первых, я сказал о самом принципе, это никакая не гордость, я говорю, вы же мне не видели, как я лично общаюсь, как я веду себя на чужих территориях, это мой канал, это мой дом, я говорю, представьте себя хозяйкой какого-то события, у вас свадьба, и вам гости подходят, или вы там мама, папа, женящихся молодоженов, да, или бабушки, дедушки, или даже дети пусть, взрослых родителей, и вам вот тычут так, или там оскорбляют, унижают, обижают, вам лично, ведь заметьте, я себя показывал, меня именно судят, именно оскорбляют, грех есть один, только против человека, я против тебя ничем не согрешил, я высказываю свои мысли, они не схожи с тобой, пройди мимо, хочешь можешь высказывать свои мысли, я же не затыкаю православие, я же не рублю его мечом, я веду честную битву, я проповедую то, что считаю истиной, они проповедуют то, что они считают истиной, просто я считаю это ложью, и я это проповедую, и я много раз говорил, заметьте, я проповедую свободу, но ваша свобода заканчивается там, где начинается моя, я не запрещаю, и никогда, кто меня знает, а кто может, многие-то этого не видят, на меня тоже ролики резали, там за кадром говорили, в лицо меня там, оскорбляли, как будто в камеру, мне их сбрасывали, чтобы я их увидел там, я смотрел, кто знает, если кто видел, какие там комментарии, пишут даже под этими роликами, я говорю, вот все, я говорю, а вот канал этого еретика, будьте любезны, ознакомьтесь, и подобные я говорю видео, то есть я все это никогда, я в ответ, я видел, кстати, я потом так подсматривал, следил, этот ролик потом удаляли, сами, без моих наездок, просто вот такое мое отношение, я как раз людей этих не судил, не наезжал, не угрожал, не мстил им, я наоборот говорил, пожалуйста, я писал, черный пиар, лучше пиар, давай, давай, а то у меня там не хватает зрителей, и их наоборот удаляли, вот, поэтому, пожалуйста, на своих ресурсах, вы можете мои ролики нарезать, я даже никогда на вас пожаловаться не буду, комментировать там с подкастами, с разбором полетов, я говорю, можете хоть меня самым, кем угодно там вот называть, реально можете, материть, все что угодно делать, я никогда ничего бы, у вас есть свобода, пожалуйста, на своих ресурсах делайте это, пользуйтесь моими роликами, пожалуйста, моими словами, моими текстами, что хотите, я же не против, это ваша свобода, я не могу на нее посягнуть, а это уже, извини, ты ко мне в дом зашел, ты разулся, и зашел ко мне в дом, и сидишь за моим столом, и ешь мою пищу, не нравится тебе, вольному воле, это очень важно понимать, вот, я говорю, это не то, что ты в мой дом зашел, как в монастыре, а я тебе говорю, ты так оденься, ты так говори, ты так это, ничего подобного, каждый ведет себя, единственное, да, это любовь к ближнему, к другим, к остальным участникам, этого стола, этого события, и ко мне, ты можешь выглядеть, как ты хочешь, ты можешь быть одет, как ты хочешь, ты можешь говорить, как тебе нравится, по молодежному, по ученому, но ты не имеешь права меня оскорблять, мы можем с тобой поспорить, поговорить, подискутировать, на моем празднике, когда ко мне друзья приходили, мы во многом не согласны, одному нравится Феррари, другому Порше, один дай считает, что все-таки можно, мясо есть, другой нет, я викторианец, нет, ну там до покаяния я не был, хотя всегда это исповедовал, и всегда понимал, что это плохо, именно вот это, то что я сам руками-то не делал, меня как бы и проходило все это, думаешь, да ладно, в магазине купил, а если бы мне сам надо убивать, я бы никогда не ел, конечно, жил бы я в деревне, я бы ватрадясь бы не ел, а в городе привык, что все в магазине уже готовенькое, а зачастую уже пожаренное, в Робинс-Добине в каком-нибудь, вот, и поэтому извините, это разные вещи, мы можем говорить сколько угодно, в комментариях, можете писать свое мнение, все что угодно, вот, где-то по-доброму надо мной пошучивать, где-то даже чуть по-злому, это можно, в умеренных пределах, понимаете, хотя я не знаю, в чужой дом прийти, и человек хоть как-то задевать, вот, все-таки ты гость, ты должен вести себя нормально, вот, и поэтому я вот хотел бы эти образы вам сказать, подать, поэтому вы не спешите меня судить, и прочих людей, и к ЮДОПу надо относиться правильно, это дневник лично каждого человека, и каждый человек имеет свободу и право на высказанность их мнений, все эти методы палки, запретов кого-то, как вот даже сатанизма, не знаю, как говорят там, да, можно взять крайности там, какие-нибудь убийства, животных там, педофилию, да, есть какие-то грани запредельные, в чем меня, вот вы заметите, я читаю комментарии, в чем меня обвиняют, я какой грех против кого совершил, публичная ересь в том, что я причастие называю, чем его называют, ну, просто обрядом, как Иисус, в принципе его и сказал, да, вы в эту мистику вложили, и что, ну, отрежьте мне голову за это, или чего, ну, вы точно так же вложили, и это никому не вредит, миллиарды людей не причащаются, и ничего, никто не помирает, ну, это только по-вашему они в от идут, а суд у Бога, а Бог никого судить не будет, а тем более за это, да вы все это знают, все это истинно, я говорю, даже такие вот вещи там, что-то оправдываться кому-то, я-то знаю, что я зла людям не делаю, пусть хоть один пострадавший от моих проповедей, да, что я какое-то зло несу своими словами, выложит в Ютубе, пойдет хоть куда, хоть в полицию, пожалуй, что я кого-то что, обобрал, сексуальное насилие, какое-нибудь там, как это рабство говорят, секта какая-то, человек что-то там, вот именно, какой-нибудь, про наедение даже я проповедовал, он бы не ел и помер, или здоровье потерял, я проповедую любовь, свободу и бессмертие, все, и все эти заблуждения, с которыми не согласен, я говорю прямо, причем я всегда это стараюсь аргументировать, свои мысли высказаться, пожалуйста, объективно докажи мне, что от непричастия умирает, или ватт идут, нет, я точно таким же писанием, точно так же познал истину, как и ты, но я почему-то вижу по-другому, умею на это право, так что вот так вот, поэтому, это вот мой такой тоже, опять мои мысли, мое сердце, кому-то мой призыв, потому что те, кто вы оскорбляете, там в комментариях, люди обижаете, злословите, хулите, вот клевещите очень часто, говорят то, чего вообще нету, вот, то это, конечно, вы сами, вы никакой любви не имеете, действительно, хотя мне там пишут с любовью, благословением, сначала напишут в комментариях, потом благословение тебе, да ты никакого благого слова мне не сказал, вот, поэтому от тебя я никакого благословения не испытал, поэтому я говорю, писать под комментарием злостным, там, люблю тебя, с миром, мир тебе, брат, и поносить меня, там, это все, это все так показушно, и на меня это никак вообще не действует, если честно, потому что именно в добром слове, суть человека, она проявляется в его делах и словах, понимаете, вот, дебатировать, дискутировать, я говорю, на независимых площадках можно, я могу, я могу, я писал комментарии, я могу вопрос, там тоже я пишу, вот, я могу, там тоже что-то такое, я не согласен, я могу написать, но никогда никого не делаю, для того, что меня банят, меня тоже банят где-то там, только потому, что я еретик, вот, но я там никого никогда не обижал, я говорю, пишу простые, понятные комментарии, хотя я это делаю редко, и причем, в основном, массе я пишу, если что-то хорошее, мне что-то действительно, вот, зацепило, вот, под любым, там, религиозным роликом, еще каким-то я пишу, так, вот, так что я надеюсь, для вас эти вот образы, дадут что-то, какой-то пример, вот, про любовь, я отдельно запишу, к врагам, не хочу сейчас здесь, потому что повторяться будет, тут и так полчаса, достаточно, вот, это не говорит о моей нелюбви, к тем, кого я там, блокирую, вот, да, там, черный список, я говорю, те, кто вообще, действительно, чуть ли не бесноватые, и когда там, мне помню, ныли я эти вам ролики, я говорю, посмотрите, кому интересно разобраться в этом вопросе, весь плейлист с ответами на вопросы, ой, там разные экземпляры попадались, да, я говорю, те, кто такие, подобные бесноватым, правда, и еще говорят, ты не имеешь права нас блокировать, я говорю, мне напоминают бесов из Евангелия, которые Иисусу говорили, зачем ты пришел прежде времени мучить нас, не посылай нас куда-нибудь подальше, оставь нас здесь, вот, от меня вот это, типа, оставь нас кровушку из тебя пить, да нет, родные, что это я вам должен свою кровь отдавать, нет, идите вон где-нибудь там, питайтесь в других местах, или голодайте, голодайте, вот, а лучше пусть сдохнет у вас, внутри этот бес, который отовсюду кровь пьет, от жажды, вот, те, кто, я вам говорю, я могу вообще забанить любого человека, мне просто, вот я вижу, что он все равно с неприязнью, с насмешкой, или просто так смотрит, каждый раз что-то ехидничает, каждый его комментарий, это какая-то подколка, противление, это мой дом, я вот сижу, думаю, зачем мне вот этот гость в моем доме, мне неприятно при нем, я не могу открыться другим людям до конца, да, вот на себя это перенесите, на свои, говорю, праздники, реальные в доме, вы приглашаете всех подряд, всех, кто вам неинтересен, всех, кто, а более того, вы знаете этих людей, не просто незнакомых, а вот незнакомых еще можно опять пригласить какого-то, разрешить прийти там через кого-то, а вот вы знаете уже, что вот этого человека добра не жди, ничего хорошего, это напьется в стельку, будет, быдлить, я к таким в гости не хожу, и к себе не приглашаю, уже давно, понял, зачем мне эти там лишние, это тупилово, как говорят, сидеть, вот это что-то из себя выдавливать, я езжу в основном, вот сейчас к друзьям по-одиночкам, редко собираю компанию, хотя вот приезжал с Оренбурга, в Воронеж, с ребятами с вами, все адекватные, все хорошие, там один друг детства, один института, один дворовый, один со школы, и мы отлично посидели, мы все давно знакомы, все адекватные, все нормальные, но если я знаю, там у человека какая-то компания, тут уже он позвонил случайно, а он сидит там с кем-то, тоже, давай заезжай, я знаю, что там этот, я не еду, Серег, я там завтра приеду, что-то сегодня не получится, зачем мне это надо, вот, так и вы, вот подумайте, поэтому я имею право, даже на свой вкус, вот вы смотрите, слушаете, я прям при вас кого-то, бац, блокирую, я помню, тоже там, ну а это ты что, ну вроде ничего такого, да просто не хочу, просто не хочу, в жизни негатива, я же такой же человек, как и вы, выхожу на улицу, сейчас вообще, в последнее время, много, где бываю, вот и работал, в миру, как это говорят, не только дом заседал, в мире негативы это хватает, зачем он мне, зачем, мне не надо, вот, эти люди доброго зачастую, ничего не несут, они тебе никак, как там есть где-то, знаете, в православных патариках, или еще, шлифуют там тебя, чем, тем, что они унижают тебя, и ты типа это сквозь зубы терпишь, Иисус давал ответ, я как бы, говорю, тут тема такая, это больше любви к врагам, я хочу отдельно ролик записать, не буду сейчас, вот, что я Иисуса терпил и не вижу в Евангелии, я об этом тоже говорил, вот, тут я не хочу углубляться, достаточно вот этих примеров, которых я говорю, и как я считаю, вижу YouTube, вот, может быть, вы тоже не согласны и с этим, а это как боксиома, да, ну, пожалуйста, это тоже ваше мнение, я так ощущаю его, это мой видеоблог, да, это мой дом, я от чистого сердца стараюсь нести людям, добро, пусть это даже какой-то техно-блогинг, да, там, я говорю, казалось бы, что там доброго, так все земное, что творчество, там, радость кому-то, я вот не понимаю тех людей, которые везде все, вот, только зло разносит, всех критикуют, там, я говорю, не важно, чем человек занимается, и что он там, говорю, просто, сейчас, это же не только проповедники на YouTube, я даже в общем говорю, человек что-то делает, что-то выкладывает, его личное мнение, что-то он там снял, путешествует, он где-то ходит, букашку какую-то показывает, и они разговаривают, какое вам дело, если вам что-то не нравится, мы вот, вместо того, чтобы человеку радость какую-то, достать, себе и другим, потому что, прежде всего, ты никогда, я всегда об этом говорю, никогда ты не сделаешь никого счастливым, если ты сам несчастлив, так если тебе это видео делает несчастным, этот человек, этот блог, не смотри это, посмотри что-нибудь положительное, ты сам станешь счастливым, потому что тебя порадует, и ты в ответ выплеснешь счастье на этого человека, ты в комментариях, о да, круто, молодец, я тоже что-то хотел сделать, ты что-нибудь такое напишешь, сами негатив собираем отовсюду, откуда только можно, и сами же его в ответ выплескиваем, какая тут любовь, какое счастье в жизни, какой мир души будет, о каком духе святом, с его плодами может идти речь, все вот эти разоблачения, я даже, вот вы слышите от меня, о плохом государстве, о мире антихриста, о как все плохо, вы когда-нибудь обо мне слышите, вот эти вот видео, что нами кто-то там управляет, евреи, жиды, какой бред, надо свететь и сеять, а не на тьму, ты на тьму показывая, ты тьму и показываешь, да покажи ты, как хорошо, а не как плохо-то, целыми днями все плохо, есть каналы целые, вот только об одном, особенно там ортодоксальные, да и протестантские зачастую не лучше, но у протестантов зачастую другая крайность, у них все очень хорошо, только в духе, в святом опьянении и прочее, лабуда, вот это финансовое благополучие, то что же, иллюзии только, отнесите все пастырь, и будете финансово благополучны, они все относят, и живут как бомжи, вот беда, конечно, так что вот так вот, вот хотел тоже записать, чтобы кто-то послушал, я говорю, ничего это никак человеку, это никакой, кто думает, пользы не приносит, можно быть счастливым, радоваться жизни, дарить людям любовь, и быть любимым, без всех вот этих унижений, оскорблений, не в этом смысл жизни, и только какие-нибудь бредовые, ортодоксальные патрики говорят о том, что какой-нибудь монах сел перед монастырем, и всех просил себя унижать, и так смирялся, это чушь собачья, здесь нет ничего евангельского, Иисус так не делал, кто его обижал, ускорблял, он уворачивался и уходил, вспомните, его хотели убить все время, то чуть ли не свой народ в городе, он увернулся, ушел и больше не приходил туда, его уже положили убить, фарисеи и иудеи, я говорю, я не знаю, стоит ли здесь с Евангелием проводить, ну стоит, я просто все это уже не раз говорил, ну ладно, еще раз скажу, фарисеи и иудеи полагают его убить, он больше не приходит в Иерусалим, вы помните, уже после, уже третий его приход, уже когда он решил идти туда, близ, даже не в сам еще Иерусалим, а только, где Лазарь, а Лазарь жил недалеко от Иерусалима, в 15 километрах, по сути, да, Вифании там, и Петр удивился, куда ты идешь, тебя же там убьют, ты же, ты что, давно ли, говорит, тебя решили убить, а ты опять туда идешь, вот, он уклонялся от споров, ему там, где он там бесноватого исцелил, свиней, бесы потопили, говорит, иди, иди отсюда, вы думаете, он приходил туда, нет, он даже уходил оттуда, где его хотели оставить, вы помните, то же самое, Самарии побудь, Петр там говорил еще в начале, что вот там в Кане, или где там, что тебя ждут, где ты там, останься, побудь еще с нами, поэтому, это не так, вот, я говорю, Иисус не терпел, Иисус отвечал, его били по щеке, он давал ответ, какой он ответ давал, помните, он его обидел, оскорбил, нет, и плюс, я просто, я могу за Рейнс сказать, конечно, я могу, я человек, я тоже согрешаю, да, я могу где-то перегнуть палку, действительно, это комментарии, чуть-чуть, либо сильно над ним насмеяться, как-то обидеть, не так подать, что-то не так сделать, я могу, вот, и в простоте сердца, кто со мной общается, мне можно много сказать, но опять же, это как тебе показалось, ты можешь сказать, вот, слушай, я бы вот так, наверное, может, вот этот перебор, вот, а мне очень часто, также потом эти же критики, вроде как конструктивные, но они критикуют так, что, знаете, никакого желания даже сделать по-ихнему нет, говорю, все с угрозами порой, вот, и тут ты уже автоматически ставишь блок, а Иисус так не делал, вот, ну, как-то вот так, наверное, я говорю, а любви к врагам тут близко, я запишу отдельный ролик, что еще по блогу-то не знаю, забанены, не забанены, ну, вроде все, вроде все, все, на этом все, так, чуть-чуть высказался, поговорил, пишите ваши мысли, размышления в комментариях, я говорю, в простоте сердца, в незлобе сердца, все можно, все вам позволительно, все полезно, конечно, но, в принципе, в рамках, пока вы не нарушаете мою свободу, и не забывайте, мы с вами, я говорю, не на нейтральной площадке, как минимум, у вас должно быть уважение, ну, в частности, будем говорить обо мне, да, хотя я, я говорю, проповедую, тут же вам говорю, что ко всем, в первую очередь, ко всем, но и ко мне тоже, вот, вы находитесь у меня дома, хочу, чтобы это кто вот слушает, это поняли, это никакая не публичная, вы не имеете права меня тут судить, там, где хотите, несите, что хотите, хоть на общественных каналах, меня обсирайте, вот, это я никому рот затыкать не буду, оправдываться не буду, мне взбрасывали разные ролики, я даже ничего не отвечал на них, вот, а у меня дома, будьте любезны, кто хочет со мной разделять радость, или скорби, пищу вот эту, духовную, может даже телесную, то, наверное, она будет разделяться, я говорю, ты, вот, это не ешь с еретиком, да, я сами с вами, если ты не сядешь, у меня никого желания, если вы меня лично там суетте, обижаете, оскорбляете, подкапываетесь под меня, там, еще что-то, да, кто с вами есть сядет, я не хочу, я поэтому даже не говорю, не хочу общаться, не хочу отвечать на вопросы человеку, вы помните, как искушали Господа, отвечал он на все вопросы, нет, он задавал встречный даже вопрос, ответите, не отвечали, и я вам не отвечу, я многому учусь из Евангелия, потому что сердцем чувствую, что это правда, я свободно отношусь к Писанию, вы это знаете, все, что соответствует истине, в моем сердце, опять же, я принимаю, так и живу, Иисус далеко не всем отвечал, отвечал на вопросы на вопрос, отвечал притчами, образами, вот, так что вот так вот, так же помню, как у него все время вопрашивали, подкапываясь, да, под него, искушая его, желая найти что-то, это я чувствую, когда или узнаю, что это так, я могу тоже не ответить, замолчать, ответить по-другому, вот, я говорю, но в принципе, мне хочется, чтобы вы научились любви, так что суть всего в этом, она проявляется в делах, ну, дела языка, это слово, дело языка, вот, это не говорит о том, что мне надо одни, говорю, панигири кипеть, это, если у вас из сердца исходит, спасибо, какие добрые слова, теплые пожелания, да это, кто же запретит, это тоже любовь и радость, не надо ее у себя в сердце держать, вот, а вопрос, пожалуйста, свои мнения, мысли, мы там писание читаем на христолюбии, на лаве, здесь в свободной форме, я какие-то слова говорю, да пожалуйста, можете писать, как бы вы поступили, или что вы пока живете по-другому, вы так не чувствуете, вы чувствуете наоборот, что вот надо, вам может полезно, может вас правда шлифует какую-то гортыню, вы там всех, вы блогер, вот, можете своим опытом со мной поделиться, если у вас практически есть, не теоретически, а практически, вот вы блогер, у вас столько подписчиков, такая-то атака, или наоборот, или вы наоборот возноситесь от этих прелестных вам сообщений, я не возношусь, потому что мне люди пишут, что они меня любят, что я им нравлюсь, благодарят меня за доброе слово, что мне возноситься-то, я им служу, наоборот, как я вознесусь-то, если я это делаю для служения, а благодарность, кстати, это нормальное явление, не благодарность не нормальна, а благодарность это любовь, ответная на любовь, Словом или делом. Так что это как раз нормально. А вот неблагодарность это страшная вещь. Это и есть не любовь. А так, пожалуйста, в свободной форме все. Ну все, я в принципе высказался на это время. Ролик добавлю в плейлист о себе. И кстати есть у меня там для блогинга. Я думаю он там будет и там наседательно полезен. Следующий ролик запишу о любви к врагам. Все. Лепим свои божественные жирные лайки. Кому нравится отрадно. Назидательно полезно мое служение, которое они применяют в жизни. То, что информацию, ту, которую информация, которую получают. Хотя я не открываю новых миров. На самом деле говорю о простых понятных сущностях природы, Которые есть любовь, свободы и бессмертия. Все. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok